Прошу вас и умоляю, возлюбленные, будем иметь большое попечение наших детям и всячески заботиться о спасении их души. Подражайте блаженному Иову, который, даже опасаясь прегрешения их в помышлении, приносил за них жертвы и проявлял о них большую заботливость. Подражайте Аврааму, который тоже хлопотал не о деньгах и имениях, но о божественных законах, каким бы образом передать сохранение их невредимо потомкам. И когда Давид умирал, то он вместо великого наследства, призвав своего сына, внушал тоже и обстоятельно говорил, что если захочешь, дитя, жить по законам Божьим, то ничего с тобою неожиданного не случится. Все дела потекут у тебя по желанию, и большую будешь ты наслаждаться безопасностью. Если же ты отпадешь от этой помощи, то никакой пользы не будет тебе от царства и от этой великой власти. Ведь если благочестия отсутствует, то и те сокровища, какие есть, погибают с опасностью и крайним позором. Если же оно налицо, то и те, каких нет, приходят. Поэтому родителям следует думать не о том, как бы сделать детей богатыми серебром и золотом, а о том, как бы они стали всех богаче благочестием, мудростью и стяжанием добродетели. Как бы они не имели надобности во многом, как бы не увлекались житейскими, юношескими пожеланиями. И тщательно нужно исследовать их входы и выходы, их беседы и собрания, зная, что если это будет пренебрегаемо, то они не получат никакого снисхождения у Бога. Ведь если с нас зыщет за заботу о других, а сказано, никто не ищи своего, но каждой пользы ближнего, 1 Коринфянам 10, 24, то насколько более за заботу о детях ты же все делаешь и предпринимаешь, как бы у них были красивые лошади, блестящие жилища, многоценные поля. А на то, чтобы душа была хорошая и более добрая, не обращаешь никакого внимания, хотя бы у кого приобретения были великие и многоценные, но если он не исполнен ревностью добродетельно ими распоряжаться, все погибнет и уйдет вместе с ним. Когда же душа благородна и предана мудрости, то хотя бы в доме ничего не было отложено, безбоязненно сможет обладать всяческими благами. А что многие из родителей много терпят из-за детей, так это того, что не хотят посечь, образумить словами и огорчить своих беспутно и противозаконно живущих сыновей. Почему им и приходится нередко видеть, как те попадают в крайние беды, приводятся в судилище и отдаются палачам на усечение головы. Действительно, когда сам ты не воспитываешь, когда сам не мудряешь, он, присоединившись к негодным и испорченным людям, приобщившись к ним в пороке, приводится под действие общественных законов и наказывается на виду у всех. А после казни наступает еще больше позор, потому что после его кончины все указывают пальцем на отца и тому зазорно даже появиться на рынок. Какими в самом деле глазами он в состоянии будет смотреть навстречных после такого безобразия несчастного и несчастья его детяти? Что могло бы быть хуже этого безумия? Неужели, скажи мне, тебе не стыдно и ты не краснеешь, когда судья наказывает и умудряет твоего сына, и он столько времени сначала, живший с тобою, нуждается в исправлении от чужого? Неужели у тебя нет желания закрыться и спрятаться? И ты тем не менее скажи мне, осмеливаешься еще называться отцом, предавши таким образом сына, не оказавши ему необходимой помощи и не обративши внимания на его гибель от всяких пороков? Когда ты видишь, что какой-нибудь бродяга зарушает твоего ребенка, ты негодуешь, сердишься, злобствуешь и яростнее зверя подскакиваешь к лицу ударившего. А когда видишь, как дьявол каждодневно его зарушает, как демоны приводят к порокам, ты спишь, не негодуешь, не сердишься, не исторгаешь сына от самого ужасного зверя, и какого достоишься человеколюбия? Разве же не безрассудно, что ты, когда сын твой впадет в беснование, прибегаешь ко всем святым, надоедаешь живущим на вершинах гор, чтобы только избавить от этого беснования? А когда его беспрерывно угнетает грех, который тяжелее всякого беса, ты ничего не предпринимаешь? Да, и ничего нет тяжелого в том, чтобы быть мучимым бесом, потому что бес во всяком случае не может вернуть в гиенну. И если мы трезвимся, с благодарностью переносим такие нападения, то испытание-то может даже нам доставить светлые и славные венцы. А кто ведет жизнь в пороке, тому никогда невозможно спастись. Тот неизбежно и здесь достоин будет поругания, и по отшествии из этой жизни понесет там вечное наказание. Чем ты в конце концов оправдаешься? Не предоставил ли я, сказано будет тебе, дитя, жить с тобой с самого начала? Я поставил тебя над ним в качестве учителя, наставника, опекуна и начальника. Всю власть над ним не отдал ли я в твои руки? Не повелел ли я его такого нежного обрабатывать и упорядочивать? Какое же ты получишь оправдание, если с беспечностью смотрел на его прыжки? Что ты скажешь, что он разнуздан и неукротим? Но тебе нужно было глядеть на все это сначала, обуздывать его, когда он был молод и доступен узде. Не тщательно его примчать, направлять к должному, укращать его душевные порывы, когда он был восприимчивее к воздействию. Сонную траву тогда нужно было исторгать, когда возраст был нежнее и исторнуть можно было легче. Вот тогда бы оставленные без внимания страсти не усилились и не сделались неисправимыми. Итак, какое мы представим извинение, когда Бог не щадит даже жизни детей, в случае, если они нас оскорбляют. Как сказано, злословище отца или мать смертью да умрет. А мы даже не сердимся на них, если они оскорбляют Бога. Я, говорит, не отказываясь даже умертвить, когда он тебя оскорбляет, а ты не осмелишься и словом огорчить, когда он попирает мои законы. Какого же это будет достойность нисхождения? Поэтому мы не будем нерадивы к детям, зная, что если они хорошо будут вести себя в отношении к Богу, то будут уважаемы и славны настоящей жизнью. Все почитают и уважают того, кто живет добродетельно и честно. Хотя бы он был всех беднее. Равно как к порочному все относятся с отвращением и ненавистью. Хотя бы он владел большим богатством. Кто небрежен своим детям, тот хотя бы в других отношениях был хороший, порядочен, понесет крайние наказания за этот грех. А если хотите точно знать, что и в том случае, когда все наши дела будут у нас в исправности, а спасение же детей не будем взаботиться, мы подвергнемся крайнему наказанию, то старательно вникайте в то, что будет сказано. «Был у иудеев некий священник, человек смиренный, богочестивый, имя его было Ильи. Он был отцом двух сыновей. Видя, что они ходят возле, он не удерживал и не препятствовал. Лучше же сказать, и удерживал, и препятствовал, но делал это не совсем тщанием. Наказание не налагал, а пытался только словесными вразумлениями отклонить их от нечестия. И постоянно говорил им такие слова, дети, не делайте так, ибо нехороший слух о вас я слышу. Правда, эти слова были достаточны для их исправления. Но так как он не все сделал, что надлежало, то восстановил Бога против себя и против них. Ищадя неблаговременно себя и детей, погубил вместе с детьми и собственное спасение. Кроме небрежности по отношению к детям, Богу ни в чем было, не в чем было обвинить старика. Если же Бог не испроверг его со всем домом, его согрешившего, более легко, то оставить ли без наказания тех, которые грешат, более тяжело? Если и то, что он был священник, и что старец, и что знаменит, и что 20 лет беспорочное начальство над еврейским народом, если все это не в силах было его оправдать, то он крайне бедственно погиб за то, что не заботился тщательно о детях. И грех его нерадения, точно суровая громадная волна, все завалил, и все подвиги закрыл. То какое наказание ожидает нас, которые их добродетели, много ему уступаем, и детей не только не наставляем, но поступаем в отношения их жесточе всякого варвара. Подобно тому, как кто-нибудь не может рассчитывать на оправдание и снисхождение собственных грехах, так и родители в грехах детей. И очень правильно. Если бы грех присущ был людям по природе, то иной по праву мог бы рассчитывать на оправдание. А так как мы по доброй воле бываем злые и добры, то какое благовидное основание может указать тот, кто допускает любимейшему своему дитя тебе развращаться и делаться порочным? Не оставляй лучше детям богатство, а ставь добродетель. И разве не крайне безрассудно, что при своей жизни не делают их распорядителями всего имущества, а по смерти предоставляют великую свободу легкомысленной юности? Находясь в живых, мы, по крайней мере, в состоянии были бы потребовать отчета в случае дурного пользования образумить и обуздать. А когда помрем, то, лишив их нас самих и оставив в их распоряжении, распоряжении молодость и богатство, толкнем их в бесчисленные пропасти, бедствия и несчастья. Будем поэтому стремиться не к тому, чтобы покинуть их богатыми, но к тому, чтобы добродетельными. Ведь если они понадеются на богатство, то они ни о чем другом не станут заботиться, потому что изобилие денег затемнит для них порочность травм. А если они увидят, что лишены всякого с этой стороны утешения, то предпримут все, чтобы при помощи добродетелей найти великое утешение в бедности. Итак, не будем приступать к частным или общественным занятиям, прежде чем направим их душу. Если вы воспитаете своих сыновей, то они, в свою очередь, воспитают своих. А эти последние опять научат своих, продолжаясь таким образом вплоть до пришествия Христова, делая это, доставит всю награду тому, кто послужил кормим. Аминь.